Это программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Трагедии, которых можно было избежать. На Алтае статистика несчастных случаев на воде за несколько дней пополнилась тремя происшествиями. Ждать ли закупорки одной из главных транспортных артерий Барнаула? Накануне из-за ремонта ливневки на проспекте Красноармейском скопилась пробка. Сколько продлятся работы? И где можно достать билеты на кинофестиваль? Когда в Барнауле будут встречать звездных гостей? Журналистам рассказали подробности шукшинских дней на Алтае. Начнем выпуск с происшествий на воде. К сожалению, статистика трагических случаев, которые с началом жары происходят на водоемах края регулярно, снова пополнилась. За последние несколько дней утонули женщина и двое детей. О несчастных случаях, а также об элементарных правилах поведения на воде в сюжете Валентина Аскеровой. 28 июня оздоровительный комплекс села Бочкари Целинного района. Здесь утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла в бассейне. Следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, ребенок находился без индивидуальных средств защиты и контроля ответственных лиц. По факту смерти ребенка следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Администрация оздоровительного комплекса Бочкари выразила соболезнования родным и близким погибшего. Руководство отмечает, что на базе села Бочкари не существует детского лагеря. Сюда приезжают на сборы спортивные команды в сопровождении тренеров. 28 июня после заселения в гостиницу два тренера команды приняли решение повести детей на купание в бассейн оздоровительного комплекса. В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной бассейн, в результате чего произошел несчастный случай. Ребенок утонул. Еще одна трагедия случилась 1 июля в Панкрушихинском районе. Там утонул 14-летний подросток. Мальчик вместе с другом пошел к пруду в селе Вележанка. Дикий водоем, дети без присмотра взрослых. Тело погибшего подростка достали из воды специалисты. Возбуждено уголовное дело. Еще одно ЧП в первый день июля произошло на озере в Кулунде. На необорудованном водоеме утонула 30-летняя женщина. А вот на Колыванском озере развлечения едва не привели к гибели нескольких людей. 29 июня на водоеме в селе Савушка туристы заказали услугу – катание на плюшке за гидроциклом. Во время торможения надувной аттракцион влетел в пирс. Возбуждено уголовное дело. В результате происшествия пострадал мужчина, который получил травму и находится в медицинском учреждении. Женщина и ребенок не пострадали. В настоящий момент следователями осмотрено место происшествия. Назначена судебная экспертиза. К счастью, без жертв обошлось и на реке Черыж около села Краснощеково. На необорудованном водоеме отдыхала компания. Одна из женщин исчезла под водой. Спасательный отряд и полиция нашли женщину живой и невредимой в километре от места происшествия. Течением ее вынесла на противоположный берег. Отдыхая на воде, специалисты призывают быть предельно осторожными. Не заплывать на глубину, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, выбирать для отдыха безопасные места, не оставлять без присмотра детей. В случае непредвиденных ситуаций звонить по телефону 112. Валентина Аскерова, День с толком. По факту травмирования людей на остановке для общественного транспорта возбудили уголовное дело. Накануне в Бийске водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с пассажирским автобусом, который наехал на людей и улетел в кювет. На остановке пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Их госпитализировали в центральную больницу Бийска. Состояние пострадавших остается тяжелым. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. И снова провалы в Барнауле. Очередная авария произошла на пересечении Властьхинской и Ленточного Бора. И сегодня же в другой части города в результате аварии провалился асфальт. Кстати, теперь в соцсетях обсуждают женскую интуицию гражданки Ирины, которая стала очевидцем события. Чудом никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что работники СГК приехали на место через пару минут. В компании прокомментировали вчерашний инцидент на улице Попова, 208. Напомним, припаркованный автомобиль после обвала асфальта оказался в коммунальной яме. СГК сообщают, что оценкой и возмещением причиненного ущерба будет заниматься страховая компания. Подобные случаи застрахованы в СГК. В компании пояснили, что повреждение магистральной теплосети произошло из-за повышенного давления в результате гидравлических испытаний. Реконструкция тепловых магистралей началась в краевой столице. Она затронет несколько центральных артерий города, в числе которых улица Партизанская, а также Ленинский и Красноармейский проспекты. Почему Барнаулу необходимы эти ремонтные работы и будут ли отключения воды? Расскажем далее. В Барнауле началась масштабная реконструкция тепловых сетей. Она затронет несколько важных артерий города. В первую очередь проспект Красноармейский и улицу Партизанскую. Там уже начались работы. Вскоре они перейдут на проспект Ленина, где ситуация требует скорых работ. Несущие конструкции верхние, они уже в аварийном состоянии. Поэтому, перейдя Ленинский проспект и положив новую трубу и новые железобетонные перекрытия, мы, естественно, снимем риски по, не дай бог, провалу дорожного полотна. Но сначала, конечно, нужно закончить работы на Партизанской. Часть улицы от Максима Горького до проспекта Ленина полностью перекрыли до 30 августа. Однако переживать местным жителям не стоит. Долгого отключения горячей воды, которая случится дней через 10, не предвидится. Скорее всего, оно будет разовым и лишь на полдня. При этом коммуникации обновят капитально. Здесь лежит существующая труба диаметром 300. Мы укладываем новые трубы диаметром 500. То есть, что это нам позволит? Это позволит нам сегодня приступить к развитию, то есть, к застройке микрорайонов, которые находятся в нижней части города. Это речной вокзал, это улица промышленная с перспективой засыпки ковша и строительства, застройка всего ковша. В общей сложности сибирской генерирующей компании нужно заменить 600 метров сети. На аллее Ленинского проспекта реконструкция пройдет с 5 по 18 августа. При этом с 16 по 18 перекроют четную сторону проезжей части. Нечетную в промежутке между 23 и 25 числом. Это не должно создать пробок, поскольку работы будут проводить выходные. После них сразу же уложат асфальт. И ресурсоснабжающая компания и администрация Барнаула просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Из-за ремонтных работ на сетях с 1 июля на проспекте Красноармейском пришлось изменить движение транспорта. Что именно поменялось и придется ли пассажирам городских автобусов менять свои планы, чтобы добраться до места назначения. Расскажем далее. Работы на Красноармейском уже вовсю идут. Подрядчики трудятся тремя бригадами с 8 утра до 10 вечера. Планируют менять ливневку на этом участке. Поэтому пришлось перекрыть часть проспекта от Папанинцев до Песчаной в сторону площади Спартака. По данным городского комитета по дорожному хозяйству, накануне 1 июля в этом районе были пробки. Видимо, не все автомобилисты оказались в курсе проведения ремонтных работ. Днем и к вечеру ситуация стабилизировалась. Транспортные потоки распределились. Соответственно, здесь просьба и уже обращение к жителям, к водителям нашего города, чтобы быть более внимательными, помнить о данном ограничении и заранее планировать свои маршруты движения уже с учетом объездных магистралей. А вот пассажирам общественного транспорта свои маршруты менять не придется. Были расширены переезды. Это в районе Крупска и в районе Чкалова переезд. Соответственно, автобусы у нас как большие, так и малые спокойно движутся по встречной полосе и через переезды уже возвращаются на свой маршрут, так скажем. Как сообщил представитель мэрии, таким образом автомобили и автобусы будут двигаться до 4 августа. А с 5 по 25 августа движение ограничат на другой четной стороне проспекта Красноармейского. Татьяна Голубева, день с толком. А между тем в Барнаульском микрорайоне Затон открыли движение на остров Шубинский. Напомним, проезд туда закрывали из-за сложной поводковой обстановки. Но уровень воды в Аби постепенно снижается. Так, по состоянию на утро сегодняшнего дня он составлял 409 сантиметров над нулем водомерного поста. Это позволяет снимать введенные ранее ограничения. Добавим, в связи со снижением уровня воды к открытию готовят официальный пляж Барнаула. Предположительно, он начнет работать 5 июля. У пьяного водителя, жителя Алтайского края, конфисковали автомобиль и передали его Министерству обороны. 48-летний правонарушитель дважды был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения, за что его лишили водительских прав. Несмотря на это, мужчина, будучи нетрезвым, снова сел за руль. Его остановили сотрудники ГИБДД и в итоге конфисковали автомобиль Ниссан Кашкай. Также мужчине назначили 160 часов обязательных работ. Зато в Сибирске подготовили группу бойцов, которые в ближайшее время отправятся в зону проведения спецоперации. В условиях, максимально приближенных к реальным, парни отрабатывают навыки ведения боя. Штурм окопа, метание гранат, стрельба из гранатомета и не только. Нашей съемочной группе удалось побывать на заключительном занятии перед отправкой на СВО. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Как работать при штурме, метать гранаты, стрелять из гранатомета, автомата. Три недели бойцы из этого подразделения готовились к отправке в зону спецоперации. Занятия проходят в Зато-Сибирске. Готовят парни инструкторы Центра специальной подготовки при Ассоциации Патриоты Алтая. В группе парней со всей Сибири. Среди них есть и контрактники, и офицеры. Для большинства это будет первая горячая точка. Это по возрасту наши дети. Мы хотим наши знания передать им. Конечно, большая благодарность руководителям, командованию, части, что они понимают, что это надо. И тем самым они просто сохраняют жизнь ребятам. Ветераны боевых действий говорят, что сегодня и тактика ведения боя, и сама подготовка отличаются от того, что было в Афганистане и в Чечне. Тогда не было позиционных боев, сейчас же приходится сражаться с регулярной армией. В этих условиях нужно довести все навыки до автоматизма. В данном подразделении ребята смогут работать на АГС, с гранатометов, с пулеметов, с автоматов. Уже каждый заменяет друг друга. А подразделение достаточно большое, потому что они прошли комплексную подготовку по всем этим направлениям. Все это влияет на наш уровень самоподготовки, который, я могу сказать, что с начала занятий и по сегодняшний день вырос настолько, что некоторые люди годами набираются данного опыта. Здесь же отрабатываются приемы оказания самопомощи и взаимопомощи. Остановка крови, обезболивание, эвакуация больного. И главное, нужно научиться рассчитывать только на себя. В пример приводит историю бойца с Алтая, который 20 дней провел на нейтральной зоне один с перебитыми ногами. Он сумел грамотно отстреляться от противника, 7 человек уничтожил. 20 дней он находился в развалинах, без еды и воды, пользовался буквально подручными только то, что нашел. И в итоге его нашли наши разведчики. Через 20 дней он похудел, 70 килограмм, до 35 килограммов он на одной руке несли. Но он выжил. И что интересно, обе ноги у него не создали какое-то тяжелое заражение и прочее. Вот такой вот эмоциональный, психологический настрой помог ему иммунной системе сконцентрироваться. С настроем здесь тоже все в порядке. Эти бойцы сделали осознанный выбор, ведь каждый из них доброволец. В зону боевых действий парни отправятся в ближайшую неделю. Самое главное, чтобы в нас верили наши родственники, близкие, ну и со стороны. Я не знаю, тут, наверное, ни у кого никогда сомнений не возникало, что наступит тот самый момент, тот самый час, когда необходимо будет ехать, защищать свою страну. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Большой автопробег, посвященный Дню ветеранов боевых действий, провели в Барнауле. О его участниках, местах их посещения, а также об идеологических смыслах мероприятия, расскажем далее. Не убегай, ты к нему позвал. Не убегай. Это не просто автопробег, это встреча боевых товарищей, настоящих друзей, которые собрались, чтобы почтить память ветеранов сразу нескольких военных компаний, участников афганской войны, чеченских конфликтов, СВО. В автоколонии они проходят путь, останавливаясь в памятных местах Барнаула. Мы уже давно с боевыми братствами совместно работаем, давно уже посещаем школы, разные мероприятия, работаем с ребятами. И сейчас уже чувствуется, как ребята стремятся, сейчас появилось желание идти служить Родине. Одна из остановок у Аллеи Героев, где установлен гранитный камень, посвященный подвигу 6-й парашютно-десантной роты. В 2000 году она сдерживала натиск боевиков под Аргунским ущельем в Чечне. Все мы здесь тоже прошли горячие точки, и поэтому они олицетворяют дух русского воина. И поэтому давайте возложим цветы в память о них. Еще несколько остановок и финишная прямая – Аллея ветеранов, где прошла панихида по погибшим. По мнению организаторов «Автопробега», мероприятие несет несколько идеологических смыслов. Это и почитание памяти защитников Отечества, и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Данил Кузнецов, День с толком. Почти 20 ребятишек за два месяца прооперировали в краевой детской стоматологии. Здесь появилась небольшая операционная современным немецким аппаратом, подающим наркоз. Помощь оказывают малышам до трех лет, которым лечить зубы без усыпления невозможно. Причины разные – от боязни стоматологических процедур до особенностей развития. И важный момент – лечат малышей во сне бесплатно. Подробности далее. Врачи говорят, есть дети, особенно маленькие, до трех лет, которые больше пяти минут держать рот открытым просто не могут. Операции под наркозом, а иногда малышам требуется починить и 6, и 8 зубов – выход для таких пациентов и их родителей. Дети маленькие, как правило, может быть, где-то были напуганы уже один момент. Второй момент – как их родители настроили. Третий момент – в принципе, ребенок может быть слишком энергичный и не может сидеть. Аппарат для наркоза немецкий обошелся в 13 миллионов рублей. Такими в стране оснащены в основном частные клиники. У нас помощь на нем можно получить по полису УМС. Правда, уже сейчас деток записывают на сентябрь, после тщательного обследования. Это и снятие КГ, это и сдача анализов различных. И последующий этап – это заключительная справка, которую дает врач-педиатр о том, что ребенок готов, соматически здоров. Решиться на операцию родителям юной Валентины из Павловского района было нелегко, но другие методы лечения для их малышки просто не сработали. Да и врачи сказали, что новый аппарат, подающий наркоз, может контролировать все параметры спящего ребенка. Этот аппарат оснащен всем необходимым для контроля, для экстренных ситуаций. Здесь есть аспираторы, здесь есть несколько режимов вентиляции. Ребенок заходит вместе с родителями, ему через масочку начинает подаваться анестетик, через дыхательный контур. Ребенок потихоньку засыпает. Анестезиолог здесь приходящий, ведь нужен специально обученный. Таких в городе не хватает. Это должны быть анестезиологи, которые имеют право работать с детьми, прежде всего, у которых есть допуск к детям, у которых есть опыт, ну и, конечно, желание. Обучить, к сожалению, мы такой возможности не имеем, но информацию мы располагаем везде, где можно, на всех сайтах. И еще об операции. На все про все 4 часа. От подачи наркоза до пробуждения ребенка в специальном удобном помещении. Специалисты говорят, операционная оснащена таким образом, что вакуумный компрессор удаляет отходы препарата. Иными словами, врачи вредными веществами не дышат. Одной операционной, конечно, мало, чтобы принять всех желающих. Тем более, что юных пациентов становится все больше. Руководство поликлиники надеется, что скоро такая же операционная откроется в Новоалтайске. По крайней мере, аппарат для наркоза, столь же современный, уже закуплен. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком. Любую страну и регион можно попробовать на вкус. В этом уверены эксперты гастрономического фестиваля Ахфест. Он уже в седьмой раз прошел в селе Алтайское. Этот фестиваль, ожидаемо, стал одним из самых масштабных. Ахфест посетили порядка 5000 человек. Впервые праздник еды был двухдневным, чтобы гости физически могли попробовать все представленные блюда. Угощения были приготовлены из экологически чистых алтайских продуктов. А главным ингредиентом блюд в этом году стали грибы. Белые, подосиновики, подберезовики и даже гриб чага. Местный колорит – главный инструмент продвижения региональной кухни, считают эксперты фестиваля. Он собрал поваров из разных городов России, а еще Белоруссии, Монголии и Казахстана. Центр «Мой бизнес» провел двухдневную деловую программу для владельцев бас-отдыха, заведения общепита. Перед ними выступили бренд-шеф ведущих ресторанов России, амбассадоры «Шеф Тим Раша» из Москвы, Кемерово и Барнаула. Они рассказали предпринимателям о необычных сочетаниях местных продуктов, о том, как региональная кухня может стать фишкой заведения, и закрепили теорию на практике, то есть на дегустации. Надо сказать, что и гостей фестиваля удивили необычным меню, например, освежающим напитком с экстрактом пихты, кофе из чаги, мармеладом из лука и грибным пловом. Всероссийские шукшинские дни на Алтае стартуют уже 20 июля. В этом году фестиваль пройдет в 26-й раз, но он не менее значимый, чем прошлогодний юбилейный. Василию Макаровичу могло бы исполниться ровно 95 лет. О программе фестиваля в следующем сюжете. Ежегодно в Барнауле Алтайский театр драмы имени Василия Шукшина принимает гостей фестиваля со всей страны на красной дорожке. В этом году официальное открытие пройдет 23 июля. Именно здесь состоится специальный показ фильма «Открытие. Смотри на меня» режиссера Владимира Граматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Это будет его первый в России открытый показ. Это история про женщину, она бывшая оперная певица, она многодетная мама, 4 ребенка. Ну представьте себе, да, утонченную вот эту женщину, такой утонченной профессии, многодетную маму. 48-й год, год уже как она не получает никаких вести о судьбе мужа. И она вынуждена из Свердловска путешествовать товарником в столицу. Пять категорий – полный и короткий метр, документальный фильм, анимация и произведения на тему специальной военной операции. Сетка показов, которые в Барнауле пройдут в кинотеатрах «Мир», «Галакси» и «Премьера», еще составляется. Кинопрограмма фестиваля целиком будет бесплатной, но нужно будет зарегистрироваться на специальных интернет-ресурсах, которые сейчас создают. В столице региона 23 июля откроется арт-объект «Цитата Шукшина» по фильмам Василия Макаровича. А также выставка «Шукшин» и «Мосфильм», собранная Государственным музеем истории, литературы и искусства Алтая. Она проработает до конца года. В целом программа обещает быть весьма насыщенной, и ее участникам придется выбирать площадки для посещения. Я точно знаю, что если мы зайдем на сайт театра «Драма», то мы там увидим, что надпись «Билетов нет». Они выставлены в продажу, и в принципе их достаточно быстро разбирают. Поэтому, конечно, мы традиционно с открытия делаем трансляцию, делаем трансляцию и на площадь, потому что хотим предоставить возможность людям посмотреть. 24 июля начнутся мастер-классы, литературные перекрестки, а также покажут хореографический спектакль в исполнении ансамбля «Алтай». В двух городах творческие встречи со знаменитыми писателями, представителями издательств и кинематографистами будут дублироваться. На них нужно будет приобрести электронные билеты. В день рождения Шукшина в Бийске откроется большой книжный фестиваль. Традиционно пройдет выставка ремесленных мастеров. Ну а профессионалы послушать экспертов в сфере кино смогут уже 20 июля. Тема деловой программы этого года – искусственный интеллект в киноиндустрии. Участники конкурсов в этом году получат статуэтки и значки с образом памятника Шукшину с горы Пикет. Закрытие состоится 27 июля. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Продолжение следует...